Основные рабочие поверхности. Внешнее, внутреннее положение. Естественное положение руки обучены, либо руки подняты. Для удобства мы выделим несколько основных траекторий для наработки. Первое. Вселочковое движение. Второе. С этой же стороны. С диагональной вниз. Это можно будет удар по челюсти, это можно будет удар по атаку. Третьим номером диагонально вверх. Номер четыре. С другой стороны те же три траектории. Номер четыре. Вперед. Номер пять. По диагонали вниз. И соответственно номер шесть. Это по диагонали вверх. Если мы будем говорить о переходе в верхнюю позицию, то это прямое кольцо. Не подняли по прямой, а через это кольцо. Через такое движение. Соответственно, здесь мы получим четыре удобные траектории. Это шумчок. Диагональный низ. Давящий снаружи. И диагональный низ. Через это все остальные идут из естественного положения. Для удобства перехода с траекторией на траекторию и комбинирования ударов мы отрабатываем таблицу Пифагора. Первый вариант это когда у нас стабильная первая цифра. Когда мы из любого удара переходим на любой другой удар. Например, первая у нас будет стабильная цифра 1. То есть, вот эта туда. После которой мы переходим на любой другой удар. Для примера. 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-6 Таким образом прорабатываем все траектории. Вторым вариантом это когда мы нарабатываем из любого удара с любой траектории перейти на конкретный удар. То есть, стабильнее будет у нас вторая цифра. Опять же на примере первого удара. Первый будет неизменным. 1-1 2-1 3-1 4-1 5-1 И 6-1 Траектории условно это основные базовые удары, которые удобно применять и нарабатывать сопоставить. Последовательность каждый выбирает для себя. Единственное, что лучше запомнить, чтобы потом сочетать данную траекторию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова